Привет всем любителям самодельных звуковых синтезаторов! Сегодня с SMP2 про него расскажу. Так, это ручка громкости, включение вот здесь, ручка громкости, тембр, фильтр при тумблере сюда. Это сенсор звука низкочастотного. В этом положении пьезо, это такой контактный микрофон. Внутренний пьезодатчик снимает вот эти все звуки, а в этом положении микрофон. Вот здесь вот голос и всё, что звучит возле рядышка. Это чувствительность микрофона, чтобы не засвистел, когда рядом колонки или завязка акустическая получается. Так, дальше дилей, частота повторения, уровень дилея. Это его автоматическое гуляние, такое сюрреалистическое. На минимум его нету, а здесь он уже начинает гулять звуки такие плавающие. Эффект дилея с пружина. Нажимая его, когда ручка, здесь он не проявляется, ручка, когда влево введена, вот частоты дилея, то эффект пружины, это такой, тоже плавающие, деформирующие звуки. Так, ну это пружины. Здесь можно резинку любую привязать сюда вот. Пружина и кнопка «Тон», добавляется «Тон». Здесь его подстройка, если кому захочется изменить тон, но она самодостаточна просто один тон и частотой он всё равно меняется, понижается, повышается. Так, включаем. Дело и убираем. Микрофон включаем. Микрофон включаем. И что-то говорим. Один, два... Один, два... Один, два... Один, два... Один, два... Один, два... Четыре, четыре, четыре... Четыре... Это я фильтр включил. Это я фильтр включил. 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 Продолжение следует... Пять-шесть Восемь-девять Продолжение следует... Для сборки синтезаторов надо научиться хорошо паять. Попробую изобразить маленький урок по этой части. Так, допустим, одну детальку возьмём. Чтобы деталь хорошо пропаялась, надо её пролудить, а то там она где-то окислилась, где-то грязь там. И вот эта уже грязь, это уже канифольная грязь получается. И это нормальная грязь. Так, пятьсот еще будет... Ну, можно ножки выпрямить. Я не стал обрезать эти ножки прям под платку, потому что для меня это уже лишнее. Можно обрезать, откусить. Так, допустим, я паяю вот на таких в основном и получше. Это медь. Её надо освежить. Кстати, вон там видно, что перемычка между двумя медяшками тоже надо в хороших очках или под лупой рассматривать. И это может быть, так сказать, замыканием, дефект обработки. Вот она. Так, её мы можем ножом очень даже процарапать. И вообще любые сомнительные вещи вот таким вот ножом, вот так раз и всё. Там гарантированно уже нет контакта. Ну, допустим, перед пайкой можно помельче наждачку, можно такую, но такая наверняка быстрее, поэтому даже лучше. Так, допустим, я зачистил, допустим, всю плату. Так, берём детальку вставляем сюда. Ну, это условно я хочу самое главное сказать. Вот концы торчат, чтобы на них попало побольше волова. Надо взять на паяльник специально плохая канифоль, обычный паяльник, который можно было бы притереть, но это канифоль. Так, берём немножко олова и немножко канифоли. И пока канифоль не сгорела, сразу же сюда раз. И вот чем быстрее, и комбинация олова, канифоль и меди даёт уже контакт. Ну, немножко я его сюда подержал и он загнулся, но это ничего страшного. Берём немножко олова, канифоль, пока она не сгорела. Раз. И за счёт, если она в канифоли, они уже не замыкаются. Ну, можно, например, потом выпрямить так вот, и он уже держится, можно сформировать как угодно. Это чернота, это, ну, старая канифоль. Уже пора её заменить. Всё припаяно хорошо. Не соплей и аккуратная пайка, когда... А то, что там канифоль можно и вымыть, можно и вот так вот. Она ещё немножко не засохла. Всё, никаких контактов тут с соседней дорожкой нет. Потому что, когда канифоль не выгорела, олова формируется в такую... в кучку. И другие припои тоже способствуют формированию такой вот кучки, которая улова не растекается, а наоборот формируется. И всё. Небольшой такой урок. Момент пайки. Важно, чтобы успеть, пока канифоль не выгорела. Это вот я не зачистил наждачкой, поэтому приходится уже и лозить чуть-чуть. А, ну ладно, сейчас вот так вот. Зачищаем вот эти вот китайские надписи. Например. И олова-канифоль. Олова-канифоль. Олова-канифоль, олова-канифоль. Вот. И за счёт одновременного действия канифоли и олова они... Так, я сейчас их разду. То есть, вот смотрите, и так я убираю излишки, а так могу их сделать. Переместить с паяльника. А так я убираю. Ну, может кому пригодится. Пайка это... Надёжная пайка это очень... Очень важное дело. Сопли. Вот, кстати, тоже я обнаружил. Какая вкладка-то может коварно себя повести. Вот здесь ещё перемычки. Хм... Раньше я такого не замечал. Надо будет быть с этим поаккуратнее. Ну, вот такой вот маленький урок пайки. Вытяжку желательно включать. Которая хоть немного. У меня вытяжка никуда в вентиляции не идёт. Но у меня там тряпичные фильтры. И хотя бы дым в комнату не будет идти. Паяльник самый простой. Ещё одно дополнение. Паять желательно быстро или стараться делать это быстро. Потому что детали перегревать нежелательно. И особенно нельзя перегревать при пайке саму плату. Потому что от перегрева вот такие пятачки медные. Они отслаиваются, отклеиваются. Эта плата самая недорогая. Но в ней есть свой плюс перед вот такой. На такой плате пятачки не отслаиваются. Они сквозные и проходят насквозь. И с обоих сторон они пятачками. И это крепко. Здесь не отслоится. Но я предпочитаю такие платы. Потому что здесь пятачки только с одной стороны. И здесь ещё возможен дополнительный монтаж под самими радиодеталями. В общем, если вы перегреете такой пятачок при пайке, то он может отслоиться, отпасть. И это еще можно только подсчезать. И это нет. Вот такое фрезе, процжёная. Продолжение следует...